Всем привет! Данное видео будет на тему существующих на данный момент способов эмиграции из Украины в Америку в условиях войны. В этом видео вы узнаете, какие на данный момент есть самые актуальные способы эмиграции из Украины в Америку в условиях войны. ТПС – временно защищенный статус – что это такое и какие возможности он дает для украинцев. Гуманитарный пароль – что это такое, его плюсы и минусы для украинцев. Гуманитарный пароль – политическое убежище в США, кто имеет право просить, его плюсы и минусы, а также проблемы в легализации из неопределенного статуса. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Какие на данный момент есть самые актуальные способы эмиграции из Украины в Америку в условиях войны? Самыми главными способами эмиграции на данный момент в США являются ТПС – Temporary Protection Status, то есть временно защищенный статус, политическое убежище, гуманитарный пароль. И чем эти способы отличаются друг от друга, я разберу в этом видео. Также никто не отменял знакомые всем методы подачи на воссоединение семьи. Если, к примеру, у вас есть родственники в США, к примеру, мать приехала к дочери, которая давно живет в США, и тут начались боевые действия. В таком случае можно попробовать подать на воссоединение семьи прямо из США. Нужно подготовить и подать такой пакет документов – петиция дочери на мать, аппликация матери на свою грин-карту, сопутствующие формы, разрешение на работу, разрешение на выезд. Но ускорять такие вещи пока невозможно, и это может занять годы. Раньше приблизительно это могло занять 1-1,5 года. Сейчас в связи с военным положением на Украине спрос может возрасти, и сроки, к сожалению, только увеличиваются и будут больше и больше. Ваши туристические визы также никто не отменял. Вы можете по ним находиться в США и даже подать на их продление. Однако эти визы не дают вам права работать и даже посещать школу детям. Поэтому если вы хотите долго находиться в США и пережидать там войну на Украине, то такой вариант вам вряд ли подойдет. ТПС – Temporary Protection Status. ТПС – это временно защищенный статус. Он дает вам возможность легально находиться в США на протяжении полутора лет и даже права на работу. Возможность получить ТПС у украинцев появилась 19 апреля. И подать на ТПС могут только те, кто легально находился в США по состоянию на 11 апреля 2022 года и может это подтвердить документами. Это могут быть туристические визы, рабочие визы, студенческие визы и прочие документы, подтверждающие ваше легальное пребывание в США. Те, кто после 11 апреля въедет в США, подать на ТПС не могут. Пока этого закона нет. На данный момент, на мой взгляд, ТПС – это один из наиболее удобных статусов, на который вы можете подать, если находились на легальных основаниях в США по состоянию на 11 апреля. Он приемлемый также и потому, что в дальнейшем из этого статуса, под окончание срока его действия, вы сможете легализоваться снова и продлить свой срок пребывания на основании других виз – рабочих, студенческих, на основании брака. А вот если у вас не ТПС, а, к примеру, гуманитарный пароль или политическое убежище, то с продлением возникнут серьезные проблемы и это часто бывает просто невозможно. Также обращаю ваше внимание, что легче и правильнее подавать на ТПС, именно находясь в легальном статусе в США. Если у вас вот-вот закончится туристическая или рабочая виза, то лучше вам на продление визы подать вначале. Потому что если виза закончится, а решения по ТПС еще не будет, вы автоматически становитесь тем, кто подает на ТПС из нелегального статуса нахождения в США. И это может стать причиной отказа вам или создать дополнительные трудности. Гуманитарный пароль До 25 апреля украинцы получали гуманитарный пароль на границе с Мексикой. И это был их шанс легализоваться. Сейчас говорят, что на границе с Мексикой гуманитарный пароль уже выдавать не будут и нужно обращаться в посольство. И тем украинцам, которые находились в Украине до 11 февраля, можно будет получить гуманитарный пароль на 2 года. Это чуть больше, чем ТПС, которое дает вам возможность находиться на законных основаниях в США только полтора года, но есть свои нюансы гуманитарного пароля. По нему вы можете работать так же, как и по ТПС. Однако гуманитарный пароль – это не статус. Это только ваш документ, подтверждающий легальность вашего нахождения в США. А вот ТПС – это статус. И если ТПС можно будет потом продлить, то гуманитарный пароль продлить практически невозможно. И с этим возникнут серьезные трудности в дальнейшем. Способами продлить гуманитарный пароль на данный момент являются попросить политическое убежище в США в течение года, но для этого нужны веские основания, и война на Украине – это, увы, не основание. Или вступить в брак в США. И все, больше способов продлить гуманитарный пароль нет. Вы с гуманитарным паролем сможете легально работать и жить в США, но через два года это все закончится и придется уезжать. Если, конечно, не вступите в брак или не получите политическое убежище. Политическое убежище в США. На политическое убежище в Америке могут подать те, кто считает, что их в Украине преследуют на основании их политических, религиозных убеждений, на основании принадлежности к разным социальным группам, на основании национальности. Чтобы попросить убежище в США, соискателю нужно прежде всего находиться на территории США, въехать по действующей визе, заполнить заявление, подать документы и пройти интервью в службе по гражданству и миграции. Решение по такому прошению будет принято по результатам интервью с иммиграционным офицером. Но если вы подаете на политическое убежище, то вопрос по вам может решаться очень долго. И пока он решается, вы находитесь в подвешенном статусе. Вы не выездной, у вас нет грин-карты, других документов, вы не можете работать, и это может длиться неопределенное количество времени. Лицу, обратившемуся за получением статуса беженца, запрещено, как минимум в течение 6 месяцев, пока рассматривается его заявление, пересекать границу государства пребывания. Минусы статуса беженца – это такие. Изъятие загранпаспорта сроком от 6 месяцев до 2 лет. Запрет на передвижение в другие страны. В Украину, в частности, вы вернуться не сможете. Запрет на трудоустройство и обучение в университетах. В некоторых городах детям можно посещать детские сады и школы. И многие спрашивают, как же с этого подвешенного статуса соскочить. Так вот, чтобы выйти из подвешенного статуса, у вас есть только несколько вариантов. Вы можете вступить в брак с гражданином США, и это гарантированный вариант перехода на грин-карту. Вы можете попробовать легализоваться через вашу работу, если у вас есть работодатель, который готов вас в этом поддержать. Ваш работодатель может подать петицию, и вы можете попробовать таким образом легализоваться и получить грин-карту. Но шансов, что это получится, крайне мало. Раньше грин-карты выдавали некоторым по этим основаниям. Сейчас прекратили, ссылаясь на то, что нахождение в ожидании убежища – это не статус, и вы пребываете в США без легального статуса. Поэтому, если вы хотите все же попробовать легализоваться через вашу работу, вам легче выехать из США и пройти собеседование в другой стране. Однако есть риски, что в США вас потом обратно могут не впустить. Но можно рискнуть. Если вашу петицию одобрят, вы сможете снова выехать в США. Но через работу, конечно же, легче всего легализоваться тем, кто является каким-то редким выдающимся специалистом в какой-то отрасли. И перед отъездом в США вам нужно будет доказать, что вы нелегально в США никогда не работали. И если это было, то этот факт вам может серьезно помешать. На политическое убежище в США вы подали, находясь в легальном статусе. То есть ваш легальный статус заморожен сейчас. Вы реальными документами и данными готовы подтвердить все основания, на которых вы подали на политическое убежище. Что вас реально преследовали на основании каких-то признаков в Украине. Если этого нет, то шансов крайне мало. И главное, война в Украине не основание для получения политического убежища в США. Это основание даже не пробуйте указывать в ваших документах. Не получится. Как бы вы не расписывали страшными словами, что тут происходит, не получится. Но если все документы у вас есть, вы готовы все подтвердить на основании того, что вы указываете, то проходите собеседование, получаете визу в паспорт, легально въезжаете в США, а гринкарта придет вам по почте. И в этом видео я вам рассказала об основных на данный момент способах легализации в США для украинцев. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям, по возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко.